Как вообще антитела работают? Я так понимаю, что они представляют этот коронавирус для нашей иммунной системы? Да. Антитела появляются все-таки на более ранних этапах, чем возникает стокиновый шторм. И как против любой инфекции, антитела являются, собственно, инактивирующим любую бактерию или вирус с компонентом. То есть мы, ученые, смогли создать это антитело искусственное? Сумели создать, причем это антитело было создано еще в начале 2000-х годов, когда был SARS. И сейчас уже установили, что порядка 70% идентичны оба эти вируса. Соответственно, есть надежда на то, что это антитело может заблокировать все дальнейшие внедрения в организм нынешнего коронавируса. Но, то есть, почему его прямо сейчас нельзя использовать? Потому что неизвестно, как было с тем моноклональным антителом, правильно? Он вызвал реакцию. И сейчас тоже надо провести некий эксперимент. Любой биологический препарат требует достаточно долгой доказательной базы. Хорошо, спасибо. Да, у нас на самом деле прекрасная новость. На прошлой неделе Росздравнадзор зарегистрировал первый тест на определение антител к коронавирусу. Тест разработала команда НМИД с гематологией совместно с Институтом молекулярной биологии. Этот анализ выявляет не сам вирус, а ответ нашей иммунной системы. На этих кадрах наш коллега, журналист и продюсер Карен Шейнян. По возвращению из Соединенных Штатов Америки ему поставили диагноз коронавирусная инфекция. Лечение Карен проходил на дому, несмотря на то, что первую неделю температура и кашель не проходили. Сейчас он здоров, чувствует он себя хорошо, легкий у него чистый и симптомов коронавирусной инфекции нет. После выздоровления Карен стал донором плазмы, а лабораторные анализы показали наличие в его крови антитела к новой коронавирусной инфекции. Вчера сотрудники НИД с гематологией, которые провели Карену тест на антитела, он оказался положительным. Это значит, что организм пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией, вырабатывает эти самые антитела. Именно они способны предотвратить повторное заражение. Но если показатели количественного лабораторного теста верны на 98%, то достоверность качественного экспресс-теста у ученых вызывает сомнение. Мы попросили Карена провести экспресс-тест на антитела в домашних условиях. Увидим и сравним результаты теста прямо сейчас. Карен на связи с нами. Карен, вы нас слышите? Здравствуйте. Я прекрасно вас слышу. Ой, рада вас видеть. Привет. Привет. Взаимно. Рассказывайте, как ваши дела? Прекрасно. Я сегодня утром как раз ездил в тот самый институт гематологии и отдал им пол-литра своей плазмы. Уже какой раз вы стали донором плазмы, Карен? Второй. У нас дважды в месяц это можно делать. В Америке говорят гораздо чаще, потому что в принципе плазма устанавливается за неделю. Мы сегодня благодаря вам решили провести такой небольшой эксперимент. Расскажите нам про него, пожалуйста, и покажите результаты экспресс-теста на антитела. Знаете, я раз старался, мне ребята в институте дали три теста. Один итальянский, один корейский и еще один какой-то. И я сделал все три. И надо сказать, что в двух из них у меня есть две полосочки. В том смысле, что как бы они положительные. И эти антитела, они показывают. А на третьем почему-то не показывают, кстати говоря. А на каком не показывают? Давайте порекламируем его. Он называется инновита. То есть отечественное, да, я так понимаю? Не уверен. Мне кажется, это итальянский. Я вообще не уверен, что отечественное существует. Мне кажется, первый отечественный разработал Григорий Ефимов. И это не экспресс, а именно с ленозной кровью. И он на 20% точнее, насколько я понимаю. Хорошо. Тест показал полосочку иммуноглобулина G, вторую-то. Сейчас скажу. Да, да. Иммуноглобулина М нет, потому что вы переболели довольно давно, да, Каран? Да, в начале марта делал было. Так что у меня уже острые акции давно-давно нет. Тут есть уже отдаленные.